Знания Знания В порядке? Да Извини, мне нужно читать И зачем ты пытаешься все прочесть? Потому что я хочу все знать Тебе жизни не хватит Да Поэтому я и пытаюсь ее продлить Оставь карту на проезд Я как раз сегодня еду туда Кто-то это может купить на украденные деньги В то время как ты напрягаешься и пытаешься доказать всю ценность своей жизни Твое смирение меня убивает Каждая жизнь одинакова цена Неважно, насколько человек умен, продуктивен или к чему стремится Почему тогда не дать больным умирать? Они же тоже непрактичны А медицина это государственный бюджет Это про право на жизнь Зачем ты мне все это говоришь? Ты как будто перекладываешь ответственность на кого-то другого Богатым плевать, правительству тоже Но сами люди не борются за свои права А что ты предлагаешь делать? Иди в правительство и пропихивай свои идеи про права Организуй протесты Так я хожу на протесты Только почему-то они никого не спасли Потому что они не сфокусированы Потому что куча людей вываливается на улицы и бросается этими коктейлями Молотова И сами не знают, чего они хотят, за что они борются Ну ты не можешь просто выйти на улицу и сказать Дайте мне препарат, потому что я хочу быть счастливым и богатым Делай что-нибудь, я не знаю, стань известной И не трать время на игры в виртуальной реальности Не тратить время на игры? Скоро мы все будем жить там, когда мозг отспрует И это будет не скоро и дорого И тогда такие как ты точно не будут ничего делать Потому что дедлайнов нет А с препаратом есть время пожить чуть дольше Да ведь ты не живешь Жизнь это эмоции и воспоминания Эмоции и воспоминания это люди А последнее к тебе явно не относится Дана, я... я хочу Я хочу, чтобы у меня было больше времени на эмоции, на людей Но тогда, когда у меня есть это время Да никто же не гарантирует тебе продолжительность жизни А если тебя завтра собьет машина Никакой препарат тебе не поможет Извини Мне надо читать Субтитры сделал DimaTorzok Рафаэль Давидова. Чем вы занимаетесь в свободное время? У меня нет свободного времени. Стараюсь использовать каждую минуту с пользой. Все время что-то изучать. Почему вы думаете, что вам не хватит стандартной продолжительности жизни? Препарат Масэнсайенс оболаживает организм на клеточном уровне. Он дает неизбежность жить дольше. И поэтому мы дарим этот препарат самым продуктивным гражданам нашей страны, чтобы они продолжали вносить свой бесценный впад в развитие общества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мам! Субтитры сделал DimaTorzok Выглядишь вдохновлённой. Да нет, мне нравится. С одной стороны красиво, относительно. А с другой совсем непрактично. Хотя твоя работа в банке ещё менее практична. Мне не хватает универсального базового дохода. Что ещё делать? А почему мне хватает? Ты делаешь вид, что ты довольна своей эффективной жизнью. Читаешь по 200 статей в день. А чтобы красиво жить, нужны деньги. Поэтому люди и работают. Я, Дана, твоя сестра собирается. Для меня искусство – это хобби. Для этого мне и не нужно больше времени. Ты же не пробовал другие виды искусства? Зачем? Вдруг тебе понравится что-то больше. Меня устраивает то, что у меня есть сейчас. Чем больше я реального пытаюсь сделать как художник, тем более абстрактным оно получается. Раф, помнишь, как я учила тебя рисовать? В твоём возрасте зачем тебе продлевать жизнь? Потому что в год получает препарат ограниченное число людей. И хорошо, если через пять лет я его получу. Если б можно было обращаться каждый день, я бы обращалась. Тебе тоже бы не мешало получить препарат. Не хочу видеть твою смерть. Всем рано или поздно приходится столкнуться со смертью близких. Да, это может быть непросто, но жизнь на этом не заканчивается. Да, она закончится чуть позже. Если кто-то что-то делает, это не значит, что это правильно и так должно быть всегда. Не значит. Но я лучше буду впитывать и наслаждаться каждой минутой сейчас, чем жить так, как мне сказали, чтобы продлить эту нежизнь. Некоторые футуристы и представители трансгуманизма считают загрузку разума важной потенциальной технологией продления жизни. Многие инструменты и идеи, необходимые для загрузки разума, уже существуют или находятся в активной разработке. Одним из этих инструментов является виртуальная реальность. Но вместе с развитием вирт возникает беспокойство в отношении конфиденциальности и возможности психологического воздействия на людей. Виртуальная реальность Все больше и больше людей выходит на улицы в попытке надавить на правительство. Если вчера максимальное число протестующих не превышало 50 тысяч людей, то сегодня оно возросло до 70 тысяч. Многие протестанты подчеркивают, что все хотят жить. И что настоящая система субсидирования обесценивает человеческую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как работает ваша система? Это специальный продвинутый алгоритм. Не могу вам точно сказать, как он все просчитывает, но могу вас заверить, что он не ошибается. Поймите, у вас нет права узнать причину и нет шанса получить препарат. А почему я не могу узнать причину? Это же не про продуктивность. Это же несправедливо. Это же, Евгений, когда отвалили? Продолжение следует... Продолжение следует... Привет. Я видела тебя на протесте. Для кого хотела бы препарат? Ну, себе, родственникам. Да и вообще никому не помешает. Меня родственники не очень волнуют. Мне бы хотелось оставить свой след в истории. Понимаю. Не умереть зря, да? Нет, не совсем. Это грустно, что у биологического продления не такой потенциал, как у цифрового бессмертия. И мы, возможно, доживем до этого. Загрузка разума – это сканирование психического состояния мозга и копирование его на компьютер. Разум может находиться виртуальной реальности в виде имитационной модели тела. Окей, но это же не просто про продление. Это про бессмертие, и это слишком все меняет. И как же неравенство? Неравенство же остается. Поначалу – да. Но патенты в IT не такие долгие, как в медицине. И во многих странах компьютерные программы вообще исключены из списка патентуемых вещей. И ты посмотри, насколько развитое у нас общество. Люди еще представляют какую-то ценность. Но работы все меньше, потому что их заменяет искусственный интеллект. Окей, а как это должно работать? Сознание возникает из физических процессов мозга. Разум или душа могут быть определены как информационное состояние мозга. Но после оцифровки сознания на компьютере в виде кода непонятно, ты ли это. И есть ли у этого кода сознание, когда он запущен. Но научные сообщества все больше склонны верить тест-тюрингу. Чтобы пройти тест, компьютер должен очень хорошо имитировать человека. Чтобы собеседник, настоящий человек, принял его за человека. И это бы означало, что код сознателен. Так что остается только верить в то, что код имеет точно такое же сознание, как и ты. То есть, по сути, мы создаем искусственный интеллект с эмоциями и восприятиями конкретного человека. И я должна верить в то, что код и я одно и то же? По сути, так. КОНЕЦ КОНЕЦ То есть, теперь ты понимаешь, что такое злость, когда твою жизнь считают менее ценной, чем чью-то еще. Кто вообще может решать, что тебе нужно меньше времени? Ну, это я и раньше понимала. Только не понимаю, зачем больше времени тем, кто и так все время сидит на диване. Главное, чтобы человек был счастлив и ему было окей. Счастье – это временное состояние, тогда как высшая цель позволяет пережить неприятные моменты. Неприятные вещи нужно избегать и не терпеть. Почему человек должен страдать, если на дворе 21 век? Выключи, пожалуйста. А почему бы тогда просто не пить таблетки, которые изменяют твою биохимию? И будешь постоянно счастлив. Да почему бы и нет? Тогда смысла нет вообще. Ты овощ. Но когда ты постоянно сидишь на диване, смысла тоже нет особо. Не, ну объективно смысла нет вообще. Мы сами себе его придумываем. Неважно, сидишь ты на диване, пьешь таблетки или стремишься к своим этим высоким смыслам. Главное – создать иллюзию, что смысл есть. И будет тебе счастье. Так, что за дебаты? Давайте лучше расскажите, что происходит в вашей жизни. Я, например, хожу на протесты, чтобы жить дольше. И чтобы вы, мои любимые, поняли, наконец, что нужно быть амбициозней. Диван, пицца. И я счастлива. Это понятно. Раф, да людям нормально лежится на диване, и мне в том числе. Давайте представим. Просто представим, что ты была бы бессмертна. Тебе рано или поздно все равно бы надоело сидеть на диване. Так, люди и их инициативность формируют их опыт. Чем больше опыт, тем больше у них вариантов. Надо просто искать этот новый опыт. И вам пора бы его поискать. Когда-нибудь искусственный интеллект сможет делать все. Я знаю, но зачем изображать, что ты занимаешься какой-то важной и умной работой, когда это может сделать искусственный интеллект. Хорошо. Значит, ты занимаешься не глупой работой. Я изучаю, изучала массовую психологию и еще много чего. И я хочу применить свои знания в разных проектах. Что я пропустила? Говорим о смысле жизни. Что насчет тебя, Дэн? Он есть. Заказываем пиццу. Да, Анна, над чем сейчас работаешь? Одна выставка будет недалеко. Отмечают господство фотографий в прошлом веке. Будут работы Пола Стрэнда, Дор Муар. Это очень удобно сейчас. Два человека могут поддерживать огромное пространство, когда раньше нужна была команда. Скоро совсем люди не нужны будут. Поэтому мы должны будем учиться и переучиваться на протяжении всей жизни. Пицца для Виктории. Автоматизация – прекрасная вещь. Осторожно. Ладно, спущусь. Ну что, когда у меня будут внуки? Никогда. И ты тоже протестуешь? Да, я протестую, но я скорее против неравенства. И хотелось бы больше счастливых моментов. Главное – побороть неравенство. Одно дело – разрыв в богатстве, а другое – в продолжительности жизни. Ну так всегда было в бедных странах. Пятьдесят и восемьдесят. Не одно и то же, что восемьдесят и триста пятьдесят. Послушайте, люди сейчас так помешаны на теме продления жизни, что они упускают саму суть этой самой жизни. И во многих религиозных традициях считается, что чем больше человек фокусируется на своем окружении, тем более безразличной ему становится продолжительность его собственной жизни. Можно учить людей просто фокусироваться на окружении. И это никак не связано с продолжительностью жизни. Молодых людей легче учить. Новые люди, новые идеи. Учитесь учить тех, кто старше. Если продление было бы доступно всем, то тогда вообще не нужно было рожать новых людей. Все бы экономили природные ресурсы. Земли. А почему, интересно, моя жизнь имеет меньше значения, чем жизнь человека, который еще даже не родился. Раф, но мы же не спорим. Само по себе продление жизни – это прекрасно. Черт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Субтитры создавал DimaTorzok В конечном итоге пусть все равно живешь. Поплодируешь для меня? Возьми фотку. Я буду готовиться к протесту. Почему мы должны протестовать, когда все и так нормально? Нормально? Я хочу выбирать, когда умирать. Да, Рав. Ты где? Я устала. Ключи на столе. Ключи на столе. Первый проект – создание мира виртуальной реальности. Параллельно с играми создаем максимально реалистичный мир для переноса сознания. Потому что наши физические тела тесно связаны с деятельностью нашего мозга и таким образом формируется сознание. Сознание человека в VR-мире должно находиться в максимально реалистичном окружении и стимуляции всех ощущений. Второй проект – это скан и имитация мозга. После того, как VR-мир и технологии загрузки будут готовы, мы можем начать загружать сознание клиентов в новый мир. Ты только представь себе. Это решает все проблемы. Глобальное потепление. Потому что здесь все работает без энергии. Миграция. Для всех есть место. А главное – здоровье. У тебя здоровое, нестареющее тело. Кстати, о теле. Гендерные неравенства. Генеты. 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 Посмотрим? Со свету почти закончили, с ощущениями тоже. Не пахнет. Что? Дождем не пахнет. Да, последневная жизнь очень поменяется. Придется учиться жить без дедлайнов, не скучать и оставаться в здравом уме. Это работа, это настоящая вода! Сколько людей живут на Земле? Понимаете, что они все когда-нибудь умрут? Все, кого вы знаете когда-либо видели. Ваша семья, друзья, соседи. И в конце концов, вы. Но с Limitless смерти можно избежать. Мы предлагаем вам новую услугу. Вечная жизнь в виртуальном мире. Limitless сканирует сознание человека за один визит. Сознание загружается в виртуальную реальность. Резервная копия отправляется на автономный сервер в космосе. Человек продолжает жить в замечательном виртуальном мире. Мы предлагаем жизнь для каждого больше времени на маленькие радости, больше времени на осуществление своих мечт, больше времени с любимыми. Limitless – время для всех. Поздравляю вас. Вы один из первых получили грант. Спасибо. Я просто не могу представить свое бесконечное существование. Вы можете удалить себя из системы. Таким образом, мы оставляем что-то человечное. Получается, я буду один с парой человек в пустом мире? С парой тысяч человек. И это число будет с каждым днем расти. У нас очень большая клиентура и желающих много. И когда вы будете уже загружены, вы сможете общаться с теми, кто будет находиться там временно. Мир будет максимально похож на ваш. Но, конечно, в пределах законов физики. То есть, вы можете перемещаться на самолете. Как проявляется это бессмертие? Допустим, меня сбила машина. И что дальше? Любые телесные повреждения моментально восстанавливаются. А ваши серверы? Допустим, с вашим сервером что-нибудь случилось, и мое сознание просто исчезнет? С этим вообще не будет проблем. Потому что, как только мы начнем оцифровку, мы будем загружать всю информацию на сервер и запускать в космос. И у нас будут дополнительные бэкапы на другой станции на крайний случай. Вы можете загрузиться сейчас, можете в любой момент. В вашем случае, конечно, чем быстрее, тем лучше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Звонок маме. Алло. Мам, привет. Привет. Ты чем-то расстроена? Нет, просто немного устала. И как вы убеждаетесь, что все соблюдают правила? Мам, у меня впервые за месяц появилось время поговорить с тобой. Можешь хотя бы сейчас общаться со мной без упрека. Ну, звони чаще, раз так не устраивает. Когда ты придешь проверить наши новые игры? Лучше ты к нам приезжай. Мы могли бы заказать. Мне кажется, еда не лучший повод, чтобы собраться. Ну, а что ты предлагаешь? Не знаю. Мне надо идти. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему ты не сказала? ДимаTorzok ДимаTorzok Ты успеешь ее загрузить? ДимаTorzok 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 Мам, ты можешь меня просто послушать? Я и моя команда, мы работали последние пару лет 24 на 7, чтобы максимально воссоздать землю. На земле люди что-то создают. Там вообще будет нечего делать. Любую вещь можно получить за секунду. Интеллектуальный труд нельзя. Ты можешь там делать то, что тебе нравится. Ты можешь так же писать картины. Тем более, там нет конкуренции. Раф, что за рай вы пытаетесь придумать? Вы замнили себя богами. Людям не свойственно жить в таком мире. Вы просто из всех делаете гедонистов. Да? А как людям свое сложить? Так как они живут сейчас, да вы просто просираете свою жизнь. Покупая как можно больше вещей. Или просто дохнете от голода, еще не начав жить. Так, мам? Раф, ты предлагаешь все мне оставить здесь? Мне нужен логичный конец. У меня есть карьера, друзья. Теперь пусть будут похороны. Мам, давай устроим прощальный вечеринку. И ты закончишь здесь. Продолжишь там. Дай мне спокойно умереть. Мам, ну неужели ты просто не понимаешь, что ты жертва своего воспитания? Промывки мозгов. Ну смотрите дальше этого. Там же тоже есть отношения с людьми. И радость от этого гребаного солнца, мам. Это не настоящее солнце. Да какая разница, если это настоящие эмоции? Раф, нет. Да, я жертва своего воспитания. Но это мой выбор. Не надо меня хоронить, когда я еще не умерла. Я здесь, и я жива. Услышь меня, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok И это чувство траты жизни Подгоняет тебя Но когда тебе не нужно никуда бежать Отсутствие цели Начинает ощущаться как Свобода Потому что перед тобой стоит выбор И ты можешь выбирать сколько хочешь Возможность выбирать Это свобода Смерть это тоже выбор Я люблю тебя Александр Да Мы можем менять код? Ну, в теории можем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эй, привет! Помнишь меня? Да, привет! Вы с папой приходили к нам играть? Да Давно вас не видела? Родители говорят, мы больше не придем к нам Почему? Говорят, что это нас портит И что лучше искать приключения в настоящем мире А если конкретней? Уже не помню Понятно Субтитры создавал DimaTorzok Среднее количество игроков VR упало на 37% за последние 2 недели Количество людей, загруженных сегодня, 2 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты можешь жить там С ней Она этого не хотела А теперь хочет Ты же ее любишь? Люблю А теперь Люблю Голоса нет Не Потом Девушки Магазин Девушки Девушки Спасывал ДимаTorzok Самые Файл Виктории удален. Файл Виктории удален. Файл Виктории удален. Файл Виктории удален. Ты же понимаешь, что любой человек, который захочет разобраться, как работают наши технологии, поймет, что очки сканируют. И будет скандал. Мы все равно не сможем привлечь новых клиентов. Ты сошла с ума. Буквально. Я помогаю людям. Если люди узнают, то потеряешь оставшихся клиентов. Это моя идея. Буквально. 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 Продолжение следует... 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 Но вам не хватает для этого ума. Вы ждете смерти. Вы живете в ожидании смерти. А почему вы не анализируете свою жизнь сейчас? Просто сознайте, что ваше существование здесь бессмысленно. Везде. Везде бессмысленно. Ну, нахера вы выбираете смерти? Загрузка же. Про самосохранение. Это же противоречит человеческой природе. И если вы... Если вы не поняли, как работает лампочка и продолжаете жечь свечи, это ваша проблема, а не моя. Если вы до сих пор сжигаете врачей, как ведьмы, это же тоже ваша проблема, а не моя. И если вы используете бинты, которые могли спасти вам жизнь в качестве туалетной бумаги, это же тоже ваша проблема, а не моя. Ну, нахера? Нахера вы выбираете смерть? Вы думаете, что ваша личность сокровенна? Гребанная душа? Вы думаете, что вы свободны? Нет. Вы не свободны, когда мы вас... Вы не свободны, когда мы вас меняем. И не свободны, когда мы вас не имеем. Убивайте себя. Идиот. Субтитры создавал DimaTorzok Удачи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Удачи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok